Праймерис 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 На выборах В 2000 году губернатора Санкт-Петербурга Никак не могу привыкнуть к этому идиотскому названию И главное, смотрите, что интересно Не Петрограда по-русски, а Петербурга Да, учитель наших нынешних вождей Анатолий Собчак Да, замечательный человек И вот, значит, эти праймеры проводят Единая Россия Проводит Справедливая Россия Я не знаю, честно говоря, насколько это честно все там Потому что там, где буржуазные партии Там всегда политика связана с грязью С какими-то там непотизмом, блатом Пропихиванием своих людишек Жен своих людишек и так далее Ну, тем не менее И левые силы тоже У нас в 2017 году проводили на выборах президента России По инициативе Левого фронта Такая микроскопическая группа у нас есть Индивидуалов таких Где все члены этой группы, наверное, знают друг друга по фамильной Настолько их много Они совместно с КПРФ Слон и Моско Моско, это, конечно, КПРФ Провели так называемые народные выборы Кандидатов в президенты от левых сил Ну, естественно, одержал победу там на втором туре Павел Грудинин Ничего плохого сказать не могу Если это все проводилось честно Демократично и так далее Праймерис эти в том-то и дело Что дают широкую дорогу для всякого рода махинаций То есть они как бы легитимизируют То есть они придают такой ауру Ауру Не знаю слово ауру Как по-русски сказать Флер Ну, тоже не русский Ну, они, короче, придают правдоподобность Законность Законность, наверное, лучше всего Вот этой грязной политической кухне Ну, и создают иллюзию у избирателей Что вот именно вот эти люди Наиболее хорошие люди в данной партии В данном движении и так далее Возможно, это так и есть Но не верю Что в нашей стране это так и есть Вот убей бог Думаю, что там все заранее обговорено Зная наши, так сказать, эти политические нравы Ну, будем надеяться Что только это в единой России все Да, так и есть Ну, и причем уже и без праймерис видно Что, смотрите Я не могу сказать, что плохо Когда-то относился к Наталье Поклонской Героине Японских аниме Значит И наоборот Она мне была глубоко симпатична И ее неожиданное отрезвление Когда она, в общем Ну, у нее прошло это Ее вот этот Всякий Фундаменталистский угар И она пришла как бы в чувство Наоборот Вызвала к ней уважение Как к человеку, который Ну, может меняться В лучшую сторону Но обратите внимание Она сказала, что Не будет участвовать в выборах Она, между прочим Одна из немногих депутатов Единой России Которая Проголосовала Против пенсионной реформы И вот она Участвовать не будет Очень интересно Очень То есть Это же Ну, вот с точки здравого смысла Наоборот Лучший кандидат Наоборот бы народ Стоило ей сказать, что я Голосовала против пенсионного народа Наоборот бы люди ее На руках понесли В Думу Нет Вот видите Вот цена этой Праймерис от Единой России То есть Заранее отсечен Уже без всякого Праймерис Без всяких Внеочередных этих Конкурсов Умелые руки Без всякого Предварительного голосования Человек, который На мой взгляд Из всех депутатов Единой России Самый Проходной Самый проходной Ну, действительно Легко Голосовать против Пенсионной реформы Если ты член Там Оппозиционной партии Но если ты член Правящей партии То пойти после Против этой машины Это же машина Каток Которая давит Просто людей В асфальт укатывает И Переносный смысл То тут не очень-то И переносный Да Ну Требовало Большого мужества Ну вот Женщина Значит Не думаю Что лучше Дела обстоят В справедливой России То есть Как и все Что в нашей стране Делается Праймерис Я думаю В нашей стране Тоже это некий Симулякор Симулякор Ну вот Раз везде делается Значит И у нас Будет делаться Кроме США И нашей Замечательной Родины Праймерисы Проводятся Значит В странах Латинской Америки А также В некоторых Странах Европы В частности Ну В основных Франции Великобритании Ну не всех Странах Проводятся Праймерисы И как-то люди Живут И живут Гораздо лучше Чем мы живем Такая Что ли Реклама Людей Да Что вот Показывают Это самые лучшие люди Их отбирали Тщательно отбирали Не просто первые Попавшиеся Назначенные Там Каким-то там Волшебником Гудвинов А вот Вы сами Их отобрали Вот Или их партия Отобрала Или их народ Отобрал Там Бывают разные Бывают Внутрипартийные Выборы Когда голосуют Значит Вот члены партии Бывают Открытые выборы Когда голосуют Все Кто хочет Ну то есть Разные Много разных Этих Праймерисов В каждой стране Там По-своему Ну наиболее часто Эти праймерис Проводятся В Америке А теперь И у нас Ну и Мучает меня мысль Что все-таки У нас это Спектакль Симулякр Очередной Ну Возможно И нет Возможно И нет Наверное Какие-то люди Которых необходимо Протащить Они Именно спектакль В результате Получается А какие-то Которых Да Ну как бы У нас это получается Как очередной Ну какой-то Очередной Рекламный ход Для подъема Для поднятия Значит Авторитета Вот этих вот Персонажей Которые выдвигаются Еще раз говорю Не верю я В праймерис В нашей стране У нас Выборы Это фикция Это Эти выборы В сентябре Будут самыми Позорными Это не значит Что в них Не надо Участвовать Надо наоборот Усилить Контроль Бороться За каждый Голос Посмотрим Как бы Что будет Мучают Меня Тяжкие Сомнения В том Что власти В нынешней Обстановки Всеобщего Недовольства Уже не подготовили Кучу нам Сюрпризов Загагулина Такая Как говорил Человек Который Назначил Нынешнюю власть Да Вот Такая Загагулина Которому Нынешняя Власть Ставит Фонды Там Всякие Открывает Музеи Памятники И т.д. У нас По сути Свободных Выборах В стране Было Очень мало Уже С 96 Года 1996 Года Все выборы В нашей Стране Вызывают Тяжкие Сомнения Но Это не значит Что надо Сложа руки Сидеть Наоборот Это значит Что надо Усиленно Готовиться И Власть Должна знать Что народ Уже так Просто обмануть Нельзя И нельзя Позволять Себя Запугивать Нельзя Поддаваться На вот эти Я Сейчас у нас Какое главное Это вот Ну президент Об этом конечно Не знает Понятно Он там Занятой человек Да Но Самый сейчас Распространенный Метод Это когда Людей просто Заставляют Тупо Угрожая Потери работы И так далее Тупо Заставляют Голосовать За Единую Россию Ну Понятно Или же Наоборот Значит Подкупают Чем-то Да Там И Просят Голосовать За Единую Россию Или например Говорят что Нет смысла Голосовать За оппозиционных Каких-то Какие-то силы Поскольку Они ничего Помочь не смогут А вот депутаты От Единой России Помочь смогут Потому что На их стороне Административный ресурс Вот это Как Вранье Это вранье Такое Голимое Явное Как раз именно Депутаты оппозиционные Они как раз И выбивают И стараются И показывают То что Они гораздо Эффективнее Помогают Своим Избирателям Такие вот Дела С выборами Надо готовиться К серьезному Сражению Осенью Это сражение За будущее России А праймерис Эти Это Симулякор Редактор субтитров Прошу вас Отнестись К этому С пониманием КОНЕЦ